Привет всем подписчикам, зрителям, коллегам канала Алкофан. Продолжаю экспериментировать с зерновыми дистиллятами и сегодня попытаюсь начать делать затор лимонно-зерновой. Мне очень понравился мой эксперимент с яблоками и я решил повторить это, но уже с лимонами. Итак, у меня есть 2 лимона, я буду использовать именно их цедру и также 4 килограмма крупы, а именно 2 килограмма пшеничной крупы, килограмм кукурузной и килограмм ячневой. Для начала я вскипящу воду, с расчетом 3 литра воды на 1 килограмм крупы. Пока вода закипает, я с помощью мелкой терки сниму цедру с лимоном. Лимонную цедру насыпаю в кипящую воду, пусть пропитых минутки 2-3. Далее я равномерно насыпаю крупу и смешиваю с трейдерным миксером, чтобы не было комочков. Все прекрасно равномерно смешалось, запах лимона присутствует. Закрываю бак и отправляю в теплую комнату, замотаю в одеяло, часик-полтора пусть крупа напарится, разварится. Кашка готова, запарилась, добавляю ферменты. Сначала альфа-амилазу, с расчетом 3 мл на 1 килограмм крахмала. Каша стала жиденькой, пусть теперь остынет до температуры 65 градусов, чтобы добавить другой фермент глюко-амилазу. Брага остыла до 65 градусов, я добавляю второй фермент глюко-амилазу с расчетом 1 мл на 1 килограмм крахмала. Все хорошо смешал, снова закрываю флангцем, отношу в теплое место, заматываю в одеяло и пусть себе отсахаривается часика в полтора-два. Через каждые 15-20 минут первые полчаса буду помешивать. Ферменты хорошо отработали, брага сладкая, запах просто супер, похоже на запах кондитерской выпечки с ароматом лимона. Настало время внести дрожжи, температура затора 30 градусов. На мое количество затора нужно примерно 5 грамм, я использую специальные дрожжи для зерновых. Отмеряю, отсыпаю, заливаю теплой водичкой, постоянно не минут 15 и добавлю затор. Дрожжи завелись и готовы, добавляю их в затор. Но запах просто прелестный. Я в предвкушении очень вкусного продукта. Ставлю на брожение. Экспериментальная лимонная брага с зерновыми отбродила за 5 дней, бродила ровно, хорошо. Запах напоминает нечто подобное на такую, знаете, старую советскую газировку. Но очень приятный, очень интересный. Далее фильтрую брагу от дробины и ставлю на перегонку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Началась первая перегонка. Как всегда, отбираю спирт-средств в одну посуду. Набежала уже почти литр. Интересно узнать, что же по запаху. Так, немножко отливаем. Приятный запах какой-то водички. Лимон чувствуется. Но тем самым также еще хорошо проявляется именно какая-то алкогольная спиртовая составляющая. Говорить еще рано, но запах приятный, интересный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончил я первую перегонку. Вышло у меня 4 литра без ляда сырца. Какой градус, точно не скажу, потому что спиртометр я свой разбил от 0 до 40. Ну, думаю, около 30-34 точно есть. Выход очень хороший, меня порадовал. Заливаю в куб и начинаю вторую перегонку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первая тарелочка закипела. Мощность 1 кВт. Жду начала отбора головных фракций. Произвожу отбор головных фракций. По капельке не спеша. Отберу примерно процентов 5-10. Гонюсь я не за количеством, а за качеством. Так что не будем экономить. При отборе головных фракций у меня дефилматор. Он не прохладный, не теплый, а именно холодный. Таким образом мы делаем отбор голов более точнее и более тщательнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, запах уже выровнялся, так что можно отбирать основную фракцию. Меняем приемную емкость. Делаю обороты где-то побольше, где-то на 1600. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно интересно, какой же на запах дистилляд? Есть ли путь с лимоной или пока еще не проявился? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сложно говорить о запахе дистилляда, пока он еще свежий. Тем более еще крепкий, но тем не менее интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приятная алкогольная резкость из-за, скажем, высокого градуса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И отчетливо пробирается что-то фруктовое свежее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может это дал лимон, но еще пока рано говорить. Пусть побежит полностью. Последние фракции, они более ароматные, потом все смешаются и узнаем. Получилось у меня в итоге среднего тела литр 200 ровно. Обирал я до 75. Потом градус резко падает и не стоит тоже брать. Крепость вам точно не скажу, потому что спиртометр от 70 до 100 тоже разбил. Ну, примерно здесь около 84-86-7. Возьму литр сточистой воды и смешаю до питьевого градуса. По поводу градусов. Если смешать до 40, как водку, очень мягкий продукт получается, потому что зерновые они не сами по себе мягкие. Если сделаны из хорошей воды, конечно. Если же смешать до 54 градуса, что тоже очень приятно. Мягкость уйдет, но появится такая легкая резкость. Его можно пить, скажем, 30-40 миллилитров как раз нормально. Но эффект совсем будет другим. Вливаю воду. И хорошо-хорошо смешиваем. Часть я оставлю для щепы настаивать, а часть возьму и отолью совсем немножко, чтобы узнать, какое на самом деле будет после некоторого времени отдыхать. Для всех подписчиков, кто говорит, ролики повторяются, рецепты те же самые, ничего интересного нет. Есть у меня лилетоковрик, я его использую для поддержания температуры во время обожжения браги. Хочу поэкспериментировать. Уже было пара экспериментов таких, мне понравилось, буду с вами делиться. Итак, есть у меня 2 литра дистиллята, около 44-45 гретот здесь лимонный нашей. И есть у меня щепа. Щепы тут у меня 50 на 50, 8 грамм, которые вымачивались в вене, и просто простой щепы 8 грамм. Засыпаем. И теперь хочу попробовать все это дело нагреть до определенной температуры, насколько позволит коврик, и выдержать некоторое время. Для начала сделаем так. Замотаю я банку эту в коврик, включу его, через часика 2-3 померяю температуру, и буду знать уже ориентироваться, на которые сроки его оставлять. Пробыла баночка в одеяле около 12 часов, сейчас узнаем температуру. Итак, ну если на скидку, то примерно будет температура около 50 градусов. Я думаю еще поставить на 12 часов, и потом уже пусть отдыхает дня 3-4. Начинаю дегустацию лимонно-зернового самогона. Ну, проще говоря, зерновой самогон, затор которого была добавлена на лимонное центро, буду дегустировать в чистом варианте, и также в варианте, который настоянный на щепе. Изначально, как я планировал, сделать один день термонастоя, то есть оно настаивалось сутки при температуре около 50, самогон, и потом уже 6-7 дней отдыха. Я потом попробовал, и скажу честно, вкус был хорош, но не полностью раскрытый. И я уже решил, пусть стоит как положено. И стоял этот самогон две с половиной недели уже на щепе. Я его слил, только что профильтровал, и будем дегустировать. И закушу, конечно, домашним шашлычком. Итак, первое дело на запах. Очень приятный, нежный запах. Есть фруктовый тон. Если вдыхать легенько, первый слой сверху чувствуется что-то лимонное. Ну, если бы я не знал, что тут был лимон, я бы не определил, а так я знаю. Приятный запах. Мягкий вкус с таким фруктово-легко-этиловым оттеночком. Очень вкусно. Не нравится. Добавлю. Оно отдыхало больше двух недель. Так, а теперь попробуем тот, который на щепе. Ну, цвет, само собой, красивый, солнечный. Как и погода сегодня. Нежный аромат. Тонкий. Лимон, не скажу, что ощущается, но тут заметно, что кроме зернового что-то еще есть приятное, свежее. Так же самое еловое, фруктовое. Оно чувствуется сверху. То есть, этот запах, он с первым слоем идет. Интересный запах. Что-то такого лиственно-древяного, фруктового. Пробую. Мягко. Приятно. Если сравнивать с ячменным, то здесь, скажем так, он более сухший. Ячменный был полнее, а здесь такой немножко суховатый он. Ну и пьется приятно, хорошо. Я довольный результатом, но думаю, для более, скажем так, комплектности и насыщенности вкуса добавить не два лимона больших, а думаю, пять. Цедры. И тогда уже можно получить что-то с таким ярким, интересным лимонным уконом. Ну а теперь под шашлычок. Сразу делаю вывод по поводу напитка, что термообработка, которую я делал сутки, она не нужна. Нужна по старинке. Для щипы, я думаю, это недели две-три, это как минимум. Ну, конечно, нужно пробовать смотреть и потом уже без щипы неделю отдыха. Тогда можно получить интересный напиток, который можно и предложить, и угостить, и подарить. Ну, ваше здоровье! Сочный. Приготовленный хорошо, потому что свинины нужно хорошо пропекать. Это оно! Что я вам скажу, если я ем шашлык без хлеба, значит он удался. Сочный, вкусный, вкус насыщенно мясной, луковой, специи. Ну, просто очень-очень вкусно. Если вы заметили, я накрывал шашлык перед тем, как положить уже тарелочку лавашом. Я присмотрел такую штуку на рынке, там где делают армяне шашлык, они так делают. И также я смотрел в ютюбе, когда армяне делают шашлык, тоже так же само делают. Ну, я просто повторил, не знаете, появился именно тут такой зелено-лавашовый мясной армянский аромат. Класс! Вкус тепла, весны и уже лето. То есть, видите, насколько он хорошо помариновался, что я беру его и руками ощипываю. ну, само собой, мясо нужно хорошее выбрать. Лучше, конечно, ошеек, прожилками мест, такими жирными, сальными. Конечно, их не должно быть сильно много, но они должны быть. По поводу мангала. Ну, ребята, это реальная вещь. Давно мечтал, хотел, чтобы дома был, знаете, красивый мангал, перед которым можно, даже не то, что жарить, просто зажечь дрова и посидеть. В жаруне мне отработало шашлык буквально за минут 15-20. Удобно, практично, прокрутка это, ну, все как нужно. Я доволен. Спасибо нашему партнеру, пан мангал, в особенности Дмитрию, который там работает и предоставил мне этот девайс. Димон, привет. Ну, приятный запах, такой, знаете, мягкий, легкий. По поводу опьянения, знаете, это уже не мой, не первый дубль. Вы думаете, что я пью там две или три? Бывает и так, а бывает и больше. Вот сегодня это уже больше. Приятный, мягкий, скажем так, есть тяжесть, легкая в груди, в ногах, расслабленность. После этого напитка хочется сесть в кресло-качалку, откинуться, покачаться, отдохнуть, покурить сигару. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, жирные. Кому не нравятся, дизлайки. Мне всегда приятна ваша реакция. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова